МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прорабатывать отходы, а не отправлять их гнить на свалку, уже было немало. Но как-то все время не приживалось. Хотя дело-то на самом деле выгодное. Наш корреспондент Максим Красоткин посчитал, сколько же можно заработать на мусоре. ВЗРЫВ 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 Чего-то только можно не встретить. Вплоть до того, что купюры иностранной валюты, причем пачками. Максим Конопко буквально ходит по деньгам. Выброшенные пачки долларов скорее из разряда мусорных баек. А вот под ногами целое состояние. Тут выражение «деньги не пахнут» теряет всякий смысл. Вот оно, богатство, макулатура, которую активно сдавали советские пионеры, а сейчас продают пионеры мусорного бизнеса. Чего-то только не встретишь. Годовые бухгалтерские отчеты, корпоративные календари. Вот, например, какой-то с праздничной датой. День ракетных войск. Школьные учебники, газеты, журналы. Все это потом будет переработано в туалетную бумагу. Или вот такие салфетки, которыми все пользуются в кафе и ресторанах. Если макулатура классика, то пластиковая бутылка королевы бытовых отходов. Основная статья пусть и официального, но грязного бизнеса. Под бутылку, например, вот эту вот, она сейчас стоит равен 25 рублей за килограмм. И картон. Тоже порядка 8 рублей за килограмм. Его много. То есть пластика и картона, его много, его выгодно собирать. На этот подмосковный полигон чуть ли не каждые 5 минут прибывают грузовики с мусором. Их содержимое тут же укатывают бульдозером. Лишь малая часть идет на сортировку. Тут бумагу с пластиком отделяют и прессуют в огромные брикеты. Кстати, примерно по одному такому человек выбрасывает за год. Одна кипа весом 300 килограммов стоит примерно 7,5 тысяч рублей. Ну и здесь, наверное, тысяч на 50 есть. Ну, в машину входит 20 кип. Соответственно, сколько? 20 на 7. Да, 150 тысяч одна машина стоит. Стекло у собирателей не в почете. Один его килограмм стоит всего 80 копеек. Порой вывезти дороже. Поэтому выгоднее просто укатать бульдозером. Размещение кубометра мусора на полигоне стоит 75 рублей. Один грузовик, около 50 кубов, уже приносит доход в 4 тысячи или 50 долларов. Я даже не знаю, чей больше пакетов, а что не мой. Тут работают не за деньги, а за идею сделать мир чище. Волонтерам приносят уже рассортированный мусор. Его на целый подмосковный город набирается где-то центнер. Поэтому даже те, кто участвует в акции, не верят, что раздельный сбор когда-то приживется. Очень мало сознательных людей. Вы посмотрите, сколько мусора у нас появляется на дорогах. Это все духлый номер. Вы-то зачем делаете, если это духлый номер? Ну, это для себя. Для очищения своей кармы. Если простые люди, да и то далеко не все готовы сортировать мусор, то фирмы, вывозящие его на свалки, вряд ли. Ведь вместо одного мусоровоза им придется покупать несколько под каждый вид отходов. Именно поэтому идея раздельного сбора в свое время в Москве провалилась. Если мы сейчас с вами соберем раздельно все, кроме как на свалку везти некуда, опять тот же мусоровоз придет, который все в одно хайло будет собирать. Между тем, московские помойки – настоящий клад для собирателей вторички. С ними у жителей одного из домов в центре города негласный договор. Те бесплатно вывозят отсортированный мусор. Одним заработок, другим чистота. Во дворе исчезли даже крысы, ведь теперь все пищевые отходы помещаются в два контейнера. Раньше их было пять. Стеклянная посуда, пластиковая посуда, да, там из-под масла подсолнечного там какая-то тоже упаковка большая довольно. А реально мусора мелкого такого, очистки и все прочее, иногда в 30% от общего объема мусора. Весь пластик с московских помойк, подмосковных полигонов от волонтеров поступает сюда, на завод по переработке вторсырья. Тут его как грязи. Для большинства это и есть грязь. Вот та самая пластиковая бутылка, которая наверняка есть в вашем мусорном ведре. В природе она сгниет лет за 200, не меньше. А здесь всего несколько часов, и она обретет новую жизнь. На этой ленте бутылки струи воздуха сортируют по цветам. Синие налево, красные направо. Процессом руководит компьютер. Человек с такими скоростями просто не справится. Дальше тару разрубают в пух и прах. В пластиковые хлопья загружают, как его здесь называют, в реактор, где происходит процесс переплавки мусора в ценное сырье. Эти длинные пластиковые макаронины и есть в переработанной бутылке. Дальше на конвейере их мелко шинкуют, и получаются вот такие вот гранулы. А из них можно сделать уже все что угодно. Либо снова бутылки, либо вот такие вот одноразовые стаканчики, и даже синтифон, которым наполняют куртки. Если пластик с помойки стоит 25 рублей за килограмм, то гранулы продают уже по 80. Такие вот доходы из отходов. Причем цена может повышаться от времени года. Например, летом, когда наступает массовая жажда. В летний период при таком увеличении мы получаем значительно больше сырья, и есть возможность также получать более качественное сырье. Так как очень люди много потребляют не только пива, и сладкие напитки, но и воду. Что, например, для нашего производства наоборот лучше. То есть сырье, сама бутылка идет чистая, не грязная, сам процесс отбора с полигона намного проще. Пожалуй, первыми в России сортировать мусор стали гипермаркеты. Тут основные отходы – это коробки, в которых приходит товар. Объемы такие, что любой пионер бы обзавидовался. В среднем гипермаркет в месяц сдает до 100 тонн картона и порядка 5 тонн пластика. Но тут сортировка мера вынуждена. Если не сдавать отходы на переработку, то уже через день на складе не останется места для продуктов. Когда-то оно кончится и на полигоне для мусора. Если его просто закатывать бульдозером, то всего через 16 лет свалка должна быть законсервирована. И где-то придется открывать новую. Максим Красоткин, Денис Ильевский, Артем Данилов, Павел Шабанов, Александр Неклюдов и Елена Воротилова. Программа «Вместе».